Музей ИЗО в Архангельске открыл сегодня двери для сотни детей. Воспитанники 15 детских домов и школ-интернатов со всей области приехали на благотворительный проект «Музей музыка дети». Чем удивил их мир искусства? Расскажем далее. Проект реализуется в Архангельске уже 11-й раз. В этом году участие принимают 80 ребят со всей области в возрасте от 10 до 16 лет. Программа делится на три этапа. Сегодня первая экскурсия по выставочным экспозициям, мастер-класс «Узоры на синей воде», музыкально-художественная сказка «Все начинается с любви», интеллектуальная игра «Колесо истории». Второй этап – заочные. Ребята пишут творческие работы. Авторы лучших эссе «Одни в музее» будут награждены билетами на оперные сезоны в Архангельске и, возможно, поедут на экскурсию в Петербург. На сегодняшний день размах этого проекта приобрел очень большие масштабы, потому как за эти годы мы пригласили в музей уже всех детей, вернее, детей из всех детских домов города и области. В прошлом году в программе приняли участие 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов. Одним из них был Стас. Он участвует в программе уже в третий раз. По мнению юноши, она расширяет кругозор и дает участникам много новых знаний. «Каждый раз что-то новое. Новые экскурсии, новые поделки, новые впечатления». Инициатором проекта «Музей музыка-дети» в 2006 году выступило Министерство культуры Российской Федерации «Союз музеев России». Сейчас в Архангельске он проводится музейным объединением «Художественная культура русского севера» и Министерством образования и науки. Генерального спонсора у программы нет. Музей музыка-дети реализуется на средства из бюджета и спонсоров. Уницина Приходская, Анастасия Лобанова, Сергей Зелинский. Время региона.